МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Время говорить. Смотрите в сегодняшнем эфире. Мы будем есть теперь по-новому. В пятой школе гимназии внедрено новое школьное меню. Вандализм или художество? Кто в ответе за надписи на фасадах домов? Комментарий в программе. Международный женский день не за горами. Рязанские дорожные полицейские начали поздравлять женщин-водителей. Сейчас эти и другие новости подробно. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на заседании регионального правительства дал ряд поручений по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Он поручил начать работу по оказанию гуманитарной помощи регионам Украины, вплоть до организации сбора денежных средств в пользу населения. По мнению главы региона, к этой работе следует привлекать коллективы, предприятия, деловые круги и общественность Рязанской области. К нам в регион могут приехать люди, которых с Рязанской областью связывают деловые, родственные и дружеские контакты. Мы должны встретить как братьев тех, кто из-за волнений пожелает на время покинуть Украину. Нужно продумать, где их разместить, наметить, где, в каких отраслях, по каким профессиям и сколько рабочих мест мы сможем предоставить, сказал Ковалев. Автобус «Рязань-Москва», выехавший сегодня из нашего города в 9.30 утра, на подъезде к столице попал в серьезные ДТП. Он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. Нам удалось связаться с одним из пассажиров этого рейса. Вот что он рассказал по телефону. Еще из криминальной хроники. Рязанские полицейские объявили сегодня о задержании преступной группы, специализировавшейся на кражах из магазинов. На счету двух ранее судимых молодых людей более десятка хищений. Действовала преступная группа почти полтора года. По признанию задержанных, похищенные деньги они делили между собой, а продукты питания съедали. Часть украденного полицейским удалось изъять. Как выяснилось, 27-летние задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и были судимы. Подозреваемых не удалось долгое время задержать из-за того, что они постоянно меняли места жительства, были всегда в разъездах. Сотрудниками полиции совместно с управлением уголовного розыска были задержаны два жителя Шиловского района, которые в период с осени 2012 года по настоящее время на территории Сапожковского, Сараевского, Ухловского, Ряжского районов совершили ряд краж из торговых точек и зданий администрации. В настоящее время оба подозреваемых взяты под стражу и дают признательные показания. Сегодня стало известно, что рязанские наркополицейские задержали сбытчиков курительных миксов, группу из семи человек. Они распространяли синтетический наркотик среди молодежи, включая несовершеннолетних. Операция против преступников проводилась аж в течение трех суток. Самому младшему дилеру оказалось 17 лет, а самому старшему 21 год. Никто из них нигде не учился, не работал. В совокупности у фигурантов изъято свыше 400 граммов запрещенного вещества. Как выяснилось, наверху наркодилерской пирамиды находился 20-летний молодой человек, который и обеспечивал остальных криминальным товаром. Сам он наркотики почти не употреблял и всерьез занимался спортом. В его съемной квартире на улице Новаторов оперативники обнаружили более 200 граммов спайса. О масштабах преступной деятельности спортсмена говорит тот факт, что за три часа, пока шел обыск, в квартиру приехали 8 покупателей. Возбужден ряд уголовных дел, как по фактам хранения и сбыта, так и приготовления к сбыту наркотиков в крупном, особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Что касается материалов в отношении несовершеннолетних, то они направлены по последственности подразделения Следственного комитета. Спайсы и их распространители представляют все более серьезную угрозу. Сбыт курительных смесей и синтетических наркотиков становится на конвейер, а городской асфальт и фасады зданий пестрят телефонными номерами, позвонив на которые можно приобрести дурман. Как с этим бороться? Кто должен затирать провокационные надписи, а заодно с ними и различные сомнительного качества граффити? С этим вопросом мы обратились в управление административно-технического контроля Рязанской мэрии. Как бы печально это ни звучало, но что-что о наркотике в Рязани можно найти без особых усилий. Номера телефонов, распространителей всевозможных курительных смесей и других синтетических ядов украшают стены городских построек. Такие деятели часто меняют сим-карты, которые, кстати, оформляют на, так сказать, левых людей. Поэтому наркополицейские не успевают схватить преступников, торгующих, к примеру, тем же Спайсом, буквально под их носами. Отсюда, кстати, вытекает еще один вопрос. Кто должен заниматься истреблением подобных рекламных граффити с улиц города? Обязанность по удалению этих надписей и рекламной расклейки возложена на собственников помещений, владельцев объектов. Сотрудники административно-технического контроля регулярно проводят рейды с целью выявления данного вида нарушений. Только за три месяца было обнаружено и стерто с лица земли 46 подобного рода преступных надписей. Кстати, рязанские умельцы занимаются продвижением в массы не только вредоносных привычек, но и позиций. К сожалению, стоит заметить, что часть из них с надписями экстремистского толка. Вот сейчас мы находимся возле одного из таких объектов. Значит, помимо свастики, которая нанесена на стену этого временного сооружения, на остановочном комплексе еще надписи рекламные «Микс» и «Кокс». И все же, борись не борись с надписями на стенах, появляются они не сами по себе. И воспитательный момент здесь играет далеко не последнюю роль. Вот с этим, наверное, и стоит бороться в первую очередь. На улице Почтовой в Рязани сегодня стало на два торговых киоска меньше. До сегодняшнего дня на этом месте располагались цветочный ларек и киоск пресса. Несмотря на то, что установлены они были в свое время на абсолютно законном основании, многие горожане отмечали несуразность их нахождения именно в этой точке. Во-первых, стояли они чуть ли не на проезжей части, а во-вторых, существенно портили облик главной пешеходной улицы города. И вот, наконец, чиновникам удалось перенести киоски в другое место. Данные киоски размещались в соответствии с действующим законодательством. У них имелись договора на размещение и эксплуатацию временных сооружений. Но так как они немного портили внешний облик города, значит, было предложено владельцам их перенести в другие места. Также в связи с довольно-таки приличным трафиком в данном месте, люди, которые подходили что-то купить в этих киосках, они тоже создавали определенную проблему для движения транспортных средств. В Рязани, возможно, изменится меню школьных столовых. Городские власти всерьез намерены увеличить их посещение учениками. Для этого новое меню постарались сделать более разнообразным, полезным и даже стильным. Первыми гастрономические изыски попробовали учащиеся пятой школы гимназии и наш корреспондент Оксана Тебенихина. Давайте вспомним, чем нас кормили в школьной столовой. На первое – суп или рассольник. На второе – гречка или картошка, размазанная по тарелке. Безвкусные плюшки и странно пахнущий чай. Да, исключения бесспорно были. Но в большинстве своем все же это примерный рацион любой среднестатистической столовой. Сегодня питанием школьников занялись всерьез. И у ребят за вполне умеренную плату даже появился выбор. Подобного оборудования раньше в городе не было. В город вошел, в школу наши вошли на федеральную программу. В течение трех лет переоборудовали все школы. Это вошли деньги федеральные, городские и областные. Не только вкусно, но и полезно. Ни одного жареного блюда. Все готовится исключительно на пару. Кроме того, руководство пятой гимназии интересуется вкусовыми предпочтениями своих подопечных. Благодаря чему меню в столовой регулярно обновляется. Во-первых, это не жарится. Жар пар. Вот вы видите сейчас блюда, которые у нас имеются на раздаче. Они именно детские питания готовятся. Это голубцы ленивые. Это котлеты, типа паровых они получаются. Куриные, говяжьи. К тому же гимназисты узнали, что кроме привычных обедов существуют и ланчи. Облегченная версия своего старшего брата. А что удобно, старшеклассницам нравится. Я думаю, что всем очень нравится, что теперь мы можем купить ланч и покушать в школе. Раньше как бы не было такой возможности. Наесться булочками очень сложно. А сейчас полноценный обед. И я думаю, что всем очень нравится. Меню стало намного разнообразнее. У нас можно привлечь и второй, но в ланч входит более такие блюда, домашние. И ими действительно наедаешься, а не просто перекусываешь. Это безусловно лучше, чем булки для пищеварения. Ну и как, скажите, бросить нашу съемочную группу на произвол судьбы, да еще и голодными? Вот и шеф-повар не смогла удержаться от того, чтобы нас накормить. Оператору новое школьное меню пришлось по вкусу. Ударим здоровым питанием по юным организмам будущего нашей нации. Школьную тему, но несколько в другом разрезе, мы продолжим в проекте подробности, который выйдет в эфир сразу же по окончании нашей программы. Гостем студии стал Рязанский учитель года 2014. На прошлой неделе им признана преподаватель географии 37-й рязанской школы Анисада Гаргулия. Покажи еще несколько новостей сегодняшнего дня. Работники городских распределительных сетей сегодня массово стали донорами. Мы выяснили, что их к этому побудило. Для удобства сотрудников РГРС медики со станции переливания крови организовали пункт приема прямо на предприятии. Более 40 работников МУПа, а это электрики, инженеры и специалисты, стали добровольными донорами. Уже сколько времени у нас кровь сдается только добровольной. Раньше была как оплачиваемая, а сейчас добровольная. Ну вот как доброволец, решил сдать кровь, может кому-то пригодится. Ну я решила помочь людям, которым кровь нужна, которым потребуется или плазма, или кровь. Наши предприятия выполняют не только функцию передачи электрической энергии на всего города, обеспечит функцию электроснабжения жилых домов, городских объектов, больниц, школ, детских садов и предприятий организации, но и остается в стороне от нужд города. Сейчас и сегодня мы участвуем в акции добровольной сдачи донорской крови. И здесь, сейчас мы отдаем частичку себя людям. И мы надеемся, что наши ручейки валятся в общий поток реки жизни. Нынешняя акция, по словам работников областной станции переливания крови, прошла весьма успешно. Руководство же городских электрических сетей планирует и в дальнейшем участвовать в безвозмездных сдачах крови. Рязанские дорожные полицейские уже на этой неделе начали готовиться к Международному женскому дню. Сотрудники ГИБДД решили, что за незначительные правонарушения они не будут штрафовать женщин-водителей. А тем из них, кто соблюдает правила дорожного движения неукоснительно, инспекторы уже сейчас дарят цветы. По доброй традиции, в преддверии международного праздника, посвященного женской половине человечества, сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных автомобилисток. Пожелали им успехов в их нелегкой дорожной судьбе и подарили цветы. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, я очень красивая, поэтому вы меня остановили. Конечно, конечно. Поздравляем вас с 8 марта. Спасибо. Хочется обратиться ко всем водителям-мужчинам, что все-таки давайте будем оставаться современными и цивилизованными людьми. И если видим, что за рулем автомашины соседи находится женщина, все-таки не препятствовать какими-то своими действиями, а наоборот помогать, подсказывать. Потому что женщины самое прекрасное, что есть у нас на земле. Дорогие дамы, согласитесь, приятно получать подарки. Мы присоединяемся к поздравлениям автополицейских. И в свою очередь хотим пожелать вам исключительно такого доброго внимания на дорогах. Не скупитесь на улыбки и получайте за них цветы. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее в нашем эфире программа подробностей. Гостем которой, напомним, стала учитель географии из 37-й школы Анисада Гаргулия, победившая в городском конкурсе «Учитель года». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова